Четвертый межрегиональный фестиваль национальных культур «Семицветик» прошел в Чубаксарах. О самых интересных моментах Ольга Пырычкина. Формат межрегионального фестиваля «Семицветик» – это выступление коллективов на сцене. Однако до начала официальной части фойе Института культуры в Чубаксарах, что называется, интерактив, народные игры, а еще выставка. Мастерица Анна Цыганова из Мордовии плетет пояс для украшений или сёк. По прямому назначению его сейчас используют разве что фольклорные коллективы. Дети используют как пояски для своих джинсов, приспосабливаются. Смотрите, как фенечку можно, да, на самом деле, потому что, посмотрите, вполне интересно смотрят. Светлана из Нижегородской области представляет один из самых древних способов обработки шерсти – валяния. В валенках сейчас острые потребности нет, так что делают в основном игрушки. Терпение нужно, у меня свой кружок, у меня детки ходят, но терпения нам хватает, да. Морийцы привезли вышивку в технике роспись. Изделия наши соседи украшают ракушками каури. В древности они считались и берегами от злых сил. Алексей Носов из Кстова развлекает гостей игрой на балалайке. Говорит, что любит этот инструмент за простоту и веселость, а еще на нем можно сыграть что угодно. Есть такие ребята, которые возрождают балалайку и дают какие-то разные направления, открывают. В том числе играют рок-н-ролл, играют регги. У участников фестиваля «Семицветик» репертуар более традиционный. В ансамбле «Валенке» в переводе с чувашского «Волынка». В основном любители – те, кто после выхода на пенсию не смог сидеть дома. Пенсионеры, они в любое время могут прийти. А рабочий человек не может, он сразу его с работу не отсквит. А пенсионеры, они всегда позвали, раз прибежали, и все. Все участники получили дипломы. В следующий раз на «Семицветике» они встретятся через год. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, «Республика».